Жилой многоквартирный дом на Пашихонском шоссе 9А можно назвать образцово-показательным. К новому отопительному сезону уже готов. А сам тепловой пункт оборудован погодозависимой автоматикой. Регулятор отслеживает температуру теплоносителя в системе отопления. При правильной эксплуатации такое оборудование делает комфортным проживание людей и экономит их средства. Этот дом принят в эксплуатацию. Также он готов к отопительному сезону. А к готовности подписан. Работы проведены промежуточные на этом объекте. Промывка системы отопления, гидравлическое испытание теплового пункта, оборудование. Также на Пашихонском шоссе, но уже в 48-м доме, ситуация противоположная. К системе отопления в подвале не пробраться. К тому же доступ здесь свободный. Войти может кто угодно. Однако и проверять тут пока нечего. Неисправна запорная арматура. Она подтекает. Отсутствуют и контрольно-измерительные приборы для того, чтобы обслуживающая организация могла контролировать качество поданного ресурса, использование его в системе отопления и горячего водоснабжения. Как утверждает подрядчик, работы по устранению недочётов начнутся со следующей недели. У нас проводились испытания теплового узла. В частности, он не прошёл испытания теплового узла. То есть, под давлением ставили. Поэтому вот уже снимали. Там часть запорной арматуры заменена. То есть, три задвижки заменены на шаровые краны. То уже он предварительно опрессован, этот узел. Остаётся систему только просто промыть, почистить и восстановить изоляцию. Это не такой большой фронт работы. Я считаю, что это за неделю всё выполнится. А в 21-м доме в Тепличном все регламентные работы выполнены. За промывкой и опрессовкой системы отопления следит управляющая компания «Домсервис-2». Однако замечания всё же есть. Устранить их коммунальщики планируют уже сегодня. Установить приборы манометры, термометры поверенные. То есть, манометры вот установлены. Термометра ещё пока нет. Значит, составить техпаспорт. Вот техпаспорт составлен. Восстановить работу регулятора температуры. То есть, нами оплачена, значит, система оплачена. Сейчас работы ведутся. То есть, вот регулятор уже установлен. будет установлена ещё система автоматического регулирования системы ГВС. По поручению губернатора области Олега Кувшинникова, жилой фонд должен быть готов к началу отопительного сезона к 15 сентября. В Вологде на данный момент о степени своей готовности не отчитались порядка 250 домов. В некоторых управляющие компании не сдали промежуточные документы о проделанных работах, в других работы идут. Но есть несколько адресов, где готовность к отопительному сезону вызывает тревогу городских властей. В списке отстающих УЮ-35, ЖЭК-35, 21 век, УК «Альянс». Если домом управляет УК или ТСЖ, то они будут привлекаться к ответственности. Если дома на непосредственном управлении, то будет вестись работа с собственниками, в том числе и при помощи органов прокуратуры, чтобы с началом отопительного сезона люди не остались без тепла. Как сегодняшний выезд показал, что у нас не весь жилой фонд готов. Это порядка 250 многоквартирных домов к отопительному сезону. В настоящее время у нас сейчас подготовлено письмо и будет направлено в прокуратуру для принятия прокуратуры соответствующих мер, к тем управляющим и обслуживающим организациям, которые обслуживают жилищный фонд. Также мы ведем работу совместно с тепловыми сетями по подготовке и отслеживанию, как готовятся дома к отопительному сезону. В целом на сегодняшний день котельные в Вологде готовы на 93%. По тепловым сетям готовность почти 100%. Напомним, отопительный сезон, как правило, начинается в середине сентября. Это зависит от погодных условий. Систему запустят, когда среднесуточные температуры воздуха в течение пяти дней будут держаться на отметке 8 градусов тепла.